друзья одно можно сказать определенно установки воровать здесь а династические и гедонические наслаждаться высшими стандартами потребления на западе уже не будет такая форма крипто динократического бытия требовала активного и далеко не бескорыстного сотрудничества западных элит и российское государство и его отношения с западом будут организованы теперь как-то по-другому может быть еще хуже но по-другому это среднесрочная перспектива а как поведет себя золотая сотня высшего российского руководства сегодня они в очень непростом положении для запада они ворвать а многие кроме того и военные преступники путь на запад и прежде всего к своим активам для них и их отпрысков отныне закрыт презрительное отношение к ним российской молодежи скандирующие на маршах протеста путин вор только окрепнет ну и на них же она кого же еще будет возложена ответственность за неизбежное дальнейшее падение уровня жизни населения никто не будет вести с ними переговоры никакой ялты 2 в кавычках не предвидится и не примут их никогда в настоящие буржины петля буквально затягивается на их шее надо срочно менять динамику поведения есть два варианта вернее 4 гибридная капитуляция и гибридная эскалация и то и другое либо во главе с путиным либо уже без путина гибридная капитуляция это такое завершение четвертой мировой войны которая запад будет готов принять как капитуляцию кремля а российскому теле пиплу можно будет продать как победу встающий с колен россии и об этом ведь почти договорились на неформальных посиделках tracks 2 осенью 2016 года в вашингтоне кремлевские эксперты с людьми клинтона путин уходит с донбасса но за ним остается на неопределенное время крым но судя по последним заявлениям пенса и волкера сегодня у вашингтон вряд ли на это согласится трамп и орденоносец тиллерсон уже не актуальны они оба уже на грани и даже за гранью провала но все еще смертельно боятся обидеть путина интересно чем же он их так держит гибридная эскалация это военная провокация скорее всего в донбассе или в белоруссии сопровождаемая истошным криком пахана держите меня я припадочный могу ядерной слюной плюнуть цель ее сплотить вокруг трона патриотическую общественность склонить дрогнувший запад к приемлемым для москвы условиям ее гибридной капитуляции не знаю как на российское население но на сша это вряд ли произведет должное впечатление скорее наоборот сейчас уже очевидно что при малейшем движении москвы подобном направлении украина немедленно получит летальное оборонительное оружие резко повышающие для кремля цену расширения его агрессии показательно телевизионное интервью путина 29 июля в целом она носила примирительный характер в нем явно прочитывалось желание избежать дальнейшего повышения ставок он также как и медведев на следующий день ничего не сказал о содержании нового закона тем более его персонального раздела убеждая российскую аудиторию что мид уже должным образом отреагировал решительными мерами решив несчастных американцев дач и подвалов как же мелко это оглушительное умолчание о самых унизительных и оскорбительных для российского руководства положения закона характерно для всей прокремлевской пропаганды и подтверждает что удар попал в цель то же время путин не мог отказать себе в удовольствии пунктирно обозначить те сферы в которых как он полагает у него теоретически есть возможность нагадить американцам целом наиболее вероятной поведенческой траектории российского руководства представляется следующая последовательность первое попытка гибридной капитуляции во главе с путиным второе попытка гибридной эскалации во главе с путиным третья попытка гибридной капитуляции без путина четвертая капитуляция андрей пьянковский